Мы продолжаем цикл сюжетов про молодых бизнесменов Мурманской области. Сегодня мы расскажем про Елену Лановую, которая не побоялась серьезной конкуренции и открыла собственную туристическую компанию. Идея создать свою туристическую компанию Елене Лановой пришла во время поездок с друзьями по Заполярью. Так почему бы не совместить приятное с полезным, подумала девушка и около года назад решила начать свое дело. К названию нового предприятия его создатели подошли с толикой юмора. Агентство было принято именовать «Понаехали». Может быть поэтому девушке всего за год удалось добиться немалых результатов. И это несмотря на большую конкуренцию, которая уже существует в сфере туруслуг региона. Работать абсолютно несложно, потому что к каждому приходит свой клиент. То есть вот на полном серьезе к каждой компании приходит свой турист. То есть наши туристы с нами всегда одинаковые по духу, нет недовольных клиентов, они всегда такие же, как мы заводные. Такие же активные. В плане конкуренции первое время было сложно, когда никого не знаешь, когда ты молод, когда очень много компаний, которые существуют на рынке более даже 10 лет. И, конечно, они тебя не воспринимают, а тебе нужен совет. Но тут уже помогли наши организации. У нас есть и отдел туризма, и есть кластерная поддержка, и даже тот же центр поддержки предпринимательства тоже очень сильно повлиял. Вопреки расхожему мнению, Кольский север прельщает не только падких на экзотику жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Посмотреть на Заполярье приезжают гости даже из Колумбии. Ну а среди азиатских туристов так вовсе наш регион считается почти меккой. Это направление старается развивать и Елена. Недавно она презентовала свою компанию на выставке в Сингапуре и Японии. По словам девушки, в отдыхе у нас в регионе есть и свои конкурентные преимущества. Если говорить про зимний период, то, конечно же, это северное сияние. И это недорогой способ увидеть северное сияние, потому что наши коллеги, наши соседние страны дают тоже сияние совсем по другим ценам. А если говорить про летний период, то, конечно, наша природа невероятна. Начиная с Териберки, это с однодневной тура, и заканчивая длительными поездками, такими как на Белое море, Терский берег, Рыбачий, это наше Баренцевое море, берег, Дальние Зеленцы. У нас есть что посмотреть, у нас есть чем восхищаться. И природа влюбляет так, что те, кто приехали летом, они возвращаются вновь. С клиентами работают по-современному, через социальные сети. Но куда важнее сарафанное радио, отмечает руководитель компании. После путешествия люди возвращаются, делятся эмоциями от поездки с близкими, выкладывают фотографии. Так у агентства формируется определенный позитивный образ. Что же касается развлечений, то даже сейчас понаехали, готовы показать гостям все, начиная от Саамской деревни, заканчивая Хаски-парком. Но есть и своя фишка. У нас свои обслуженные внедорожники, полностью подготовленные. Мы проходим броды, мы застреваем в грязи. И мы даем просто весь спектр ощущений, которые хочет и в котором нуждается турист. Вложения в бизнес не заканчиваются, шутит Елена. Она участвовала в нескольких грантовых конкурсах. Но больше всего, по словам девушки, ей помогли в Центре поддержки предпринимательства. Специалисты которого разработали компанией «Логотип», подготовили информационную печатную продукцию для презентации за границей, консультировали по разным вопросам. Наша задача максимально оказать меры господдержки, которые необходимы нашему бизнесу, на его развитие и на решение деятельности. Наш бизнес молодеет, становится более активным, лучше начинает ориентироваться в современных тенденциях, на уровне России, в мире. И начинает лучше контактировать с клиентами, как в России, но все-таки за рубежом. Что является очень положительным аспектом в деятельности любого бизнеса. Конечно, пришлось и самим попотеть над тонкостями организации туристического бизнеса. Елена и партнеры вложили в дело более двух миллионов рублей. И это далеко не предел. Впрочем, предприниматели предпочитают развивать свой бизнес без помощи инвесторов. Уже скоро компания расширит перечень услуг. Будет предлагать не только однодневные, но и туры. Все включено с питанием и проживанием. Есть у Елены и своя идея. Фикс организовать снегоходные сафари. Охоту за северным сиянием. Такую услугу предлагают иностранные коллеги.